Всем привет! Вы слышите и как-то не очень хорошо видите Алексея Халецкого. Возобновление рубрики «Лёша смотрит». Давненько я не записывал своих впечатлений, свежих впечатлений по выходу только что из кинотеатра. Сегодня только что я посмотрел фильм «Адастра» к звёздам с Брэдом Питтом в главной роли. Такой полуфантастический фильм про космос. И хочу сказать, что мне, пожалуй, не понравилось. Фильм красивый, виды космоса в нём красивые, но сюжет откровенно так себе. И я бы даже сказал, что он очень, что ли, толстый, с толстым намёком на обстоятельства, которые заставляют героя делать то или другое. И, в общем-то, он не заставляет думать зрителя, когда смотришь этот фильм. Особенно лично меня бесил закадровый голос героя, который, типа, проговаривал... Ну, не то, что... Хотя бы не то, что происходит на экране, но, типа, то, что зритель, по идее, должен додумывать сам. То есть он вот проговаривает, какой он... Какие он чувствует, что он ощущает, что его вот толкает. Зачем? Зачем это было делать? Ну, ладно. История, так, в двух словах, на Землю... Ну, это не спойлер, а, собственно, начало фильма. На Землю постоянно какие-то электрические такие шторма обрушиваются, которые грозят человечеству гибелью, и герой Брэда Пида, в общем-то... Тут я уже стараюсь не раскрывать подоплёку, отправляется решать эту проблему почти на край Солнечной системы, чтобы это всё решить. Но, на самом деле, конечно, это, скорее, свою проблему решает. В общем, вот на этом всё закручено. Но, во-первых, например, меня вот эта проблема Брэда Питта, она не трогала. Ну, не знаю, видимо, я с таким в жизни... Ну, хотя бы, как сказать, я как раз сталкивался с таким в жизни, но это всё-таки немного про другое, что ли. Во-вторых, столько всяких натянутостей... Ну, вы знаете, в Интерстелларе тоже было много вопросов к физическим событиям, которые происходят на экране, там, к космическим... То есть это ненаучно, что ли. Но в Адастрия оно вообще как-то, знаете, постоянно не в тему, что ли, было. Там вроде такой... Он довольно медленный фильм, тягучий, его можно сравнить даже скорее с бегущим по лезвию Бритвы, я имею в виду по такой вот динамике развития, и с «Одиссея-2001», чем с «Интерстелларом». Но при этом внезапные экшн-сцены, по моему мнению, которые не в тему абсолютно были, оно вроде как и разбавляет, но ты себя спрашиваешь, а зачем эта сцена была вообще тут, для чего, чтобы показать что? Просто что мы умеем делать экшн-сцены какие-то, чтобы зритель не заснул, то есть, видимо, продюсеры считали, что это слишком скучный фильм для зрителя, он может заснуть, надо его взбодрить экшн-сценой. Вопросы без ответов. Или герой летит, считайте, от Земли, от Луны через Марс к Нептуну, вот представьте себе, и он пролетает все по очереди системы, все по очереди планеты Солнечной системы на своем пути. То есть, мы видим и Марс, и Юпитер, и Сатурн, и потом Нептун. То есть, я думаю, что каждый из вас понимает, что такая вот очередность планет на своем пути может случиться очень редко. Кто-то из вас, наверное, написать мне, может быть, эти планеты использовались для дальнейшего разгона, специально, как, знаете, вот эта центробежная сила, чтобы еще дальше меньше топлива использовать. Но, опять же, все равно для этого должны сложиться очень уникальные обстоятельства, чтобы все четыре планеты по пути вот так пролететь. Ну, то есть, это я придираюсь к физическим моментам, но на самом деле фильм плох в первую очередь сюжетом, по моему мнению. Ну и я видел отзывы, писали, что Брэд Питт тут сыграл одну из своих лучших ролей. Тоже не очень, у меня такое ощущение, что он весь фильм с одним лицом ходит. Я не знаю, что он тут конкретно играет. Да, это в некотором смысле бенефис его, потому что есть несколько героев в фильме, но они меняются, заменяются, а Брэд Питт через весь фильм проходит, он вот тут главный герой. Но, в отличие от того же Марсианина, где главный герой Мэтт Дэймон, ну, я не знаю, то есть, там видно было, как Мэтт Дэймон играет. Сначала отчаяние, потом постоянно у него какие-то озарения, у него там надежда появляется. Что поменялось в Брэдди Питт, как развился персонаж с конца фильма, с начала фильма к концу фильма, мне не видно. Я могу только, знаете, что в начале фильма он диктовал свое психологическое состояние с опустившей головой, в конце фильма он это делает, с поднятой головой, но на нем это никак не отражается, вот на его мимике, на его поведении. Вот, в общем, у меня смешанные впечатления от фильма, я бы не сказал, что его вообще не стоит смотреть. То есть, есть фильмы просто плохие, их смотреть не надо. Но этот фильм Адастро, в принципе, почему бы и не посмотреть? Но я не скажу, что для этого надо идти в кинотеатр. В нем даже нет таких видов космоса, что вот, надо сказать, вот, это надо обязательно на крупном экране смотреть, как было с той же гравитацией, например. То есть, ну, дождитесь, наверное, когда он появится в цифровом виде где-то, и можно глянуть, как фильм про космос, особенно если вы любите космос. В остальном же, я считаю, фильм проходной. Спасибо, что досмотрели до конца. Смотрите интересное кино. Всем пока.